Пойдет ли Азербайджан после Тавуши на делимитацию границы на других участках согласно Алма-Атинской декларации? Отведет ли войска с оккупированных территорий Армении? Обеспечит ли демонстративные антироссийские заявления и жесты армянских властей поддержку со стороны США и ЕС против Азербайджана? Сможет ли нынешний уровень протестов в Армении удержать власти от сдачи территорий в Тавуши? Пойдут ли власти Армении на уступки Алиеву в вопросе Т.Н. Зангизурского коридора? На эти вопросы ответил политолог Гранд Микаэлян. Пойдет ли Азербайджан после Тавуши на делимитацию на других участках границы согласно Алма-Атинской декларации? Отведет ли войска с оккупированных территорий Армении? По поводу делимитации хочу уточнить, что заявления азербайджанского и армянского руководства относительно того, что делимитация границы проводится на основе Алма-Атинской декларации, юридически неадекватны, не отражают реальность и не апеллируют к конкретной Алма-Атинской декларации, которая известна, которая подписана, в которой нет никаких положений относительно конкретных границ и относительно рекомендаций, как эти границы должны проходить. Есть только общее признание границ, и то в случае Армении с оговорками. И также оговаривается, что границы признаются на момент подписания декларации. Азербайджан подписал ее в 1993 году, когда Карабах не был в его составе, не говоря уже об этих приграничных территориях, в Тавуши. Соответственно, говорить сейчас, что Алма-Атинская декларация является руководством или хотя бы даже рамочным документом для делимитации границы, это абсолютно юридический нонсенс, юридически ничтожно. Это просто псевдоправовое закрепление военно-политического шантажа, которое, к сожалению, слишком многим выгодно. Вот такая реальность. Теперь по поводу отвода азербайджанам войск. Президент Алиев был в Москве неделю назад, и там абсолютно ясно сказал, что он не только никуда не собирается отходить, имея в виду те территории Советской Армении, которые находятся под контролем Азербайджана. Я не говорю даже о территориях, захваченных в 2021-2022 годах, а о других территориях Советской Армении под контролем Азербайджана, которые там же рядом с Керанцеем находятся. То есть не только не собирается отходить, но и когда займет те территории, которые сдает ему нынешнее армянское руководство, тогда он уже будет думать, а что делать дальше. То есть говорится прямо о том, что есть планы дальнейшей экспансии. Просто этот процесс так называемой демаркации границ, он рассматривается как промежуточный этап перед новой агрессией. Вот это то, что происходит и его надо максимально точно понимать в таковом качестве. Обеспечит ли дрейф Армении в сторону Запада и демонстративные антироссийские заявления и жесты армянских властей поддержку со стороны США и ЕС против Азербайджана? Нет, это не обеспечит поддержку США и ЕС против Азербайджана. Во-первых, мы со стороны США и ЕС неоднократно слышали поддержку властям Армении, усилиям Армении, действиям Армении, но мы никогда не слышали поддержку объективным интересам Армении, защиты армянских территорий. Ничего подобного мы не слышали в сколько-либо ясном, искреннем виде. То есть то, что мы видели, это то, что есть желание за счет Армении решить свои вопросы. К сожалению, мы такое неоднократно слышали из Москвы. Хотя в случае Москвы и Брюсселя многие посылы отличаются. Все-таки это не одно и то же. А в случае, скажем Брюсселе, мы за последнее время неоднократно слышали поддержку, в том числе вот этому процессу односторонней сдачи территорий. Соответственно нет, это не означает поддержку со стороны Запада, против Азербайджана, и не означает по ряду причин. Во-первых, в Армении поддержкой пользуется только власть, и они регулярно говорят, что их партнерами в Армении являются власти, они поддерживают власти, они закрывают глаза на вопиющие преступления и нарушения прав человека, и они даже содействуют им. Соответственно, говорить о том, что они собираются как-то поддерживать Армению, нет, они не для этого поддерживают эти власти. Кроме того, мы видели, как со стороны Брюсселя прямо в дни этнической чистки Арцаха были такие заявления, что Азербайджан остается их важнейшим энергетическим партнером. Поэтому ничего такого, поддержки со стороны Запада, не произойдет. Азербайджан является очень важным региональным партнером Запада. Ничего в этом отношении не изменилось. Более того, почему-то в России забывают, что действиями по отрыву Армении от России в равной степени занимаются как Алиев, так и Пашинян. И им очень хочется в Москве, особенно в российском МИТ-е, все свалить на Пашиняна, но они лгут себе и всем остальным. Правда в том, что Алиев в этом замешан точно так же, как и Пашинян. Просто поскольку Алиев сейчас в устойчивой позиции с поддержкой Анкары, да и того же Запада в значительной степени, а Пашинян на самом деле по большому счету сирота и Армения маленькая слабая страна, очень легко все валить на Армению, угрожать Армении потерей государственности и так далее. Да это легко, но это не соответствует действительности. Может ли нынешний уровень протестов в Армении удержать власти от сдачи территорий в Тавуша? Нет, власти однозначно сдадут территории. Они уже установили 35 пограничных столбов, демонтировали 24 военных поста, и это еще только начало. Алиев продолжает требовать от Армении Зангизурский коридор. Ереван ранее выступал категорически против этого. Пойдут ли власти Армении на уступки в этом вопросе? Мы видим, что сейчас, как только снялся с повестки дня, вопрос российского участия в этом коридоре и то лишь частично, уже армянские власти за. То есть нынешние власти в Ереване были против не Зангизурского коридора, они были против того, чтобы там были размещены российские пограничники. Вот и все. То есть это повестка Запада, но это не повестка Армении. В повестке Армении этот Зангизурский коридор отсутствует полностью, вообще ни в каком виде ничьи пограничники, кроме армянских, нигде там стоять не могут. Да и вообще Армении не выгодны какие-либо дороги для Азербайджана через свою территорию.